Всем привет! Сегодня мы с вами распакуем новый смартфон от Doogee S96 Pro и посмотрим, что же содержится в его коробке, ну и рассмотрим часть его функции. Здесь у нас находятся документы, инструкция и остальные части его документов. Также здесь у нас блок питания на 18 Вт, который позволяет заряжать смартфон достаточно быстро. Следующая это у нас палочка, своеобразная отмычка, которая позволяет открыть слот для сим-карты, чтобы не ковыряться для этого пальцами. Далее здесь у нас наушники со стандартным разъемом и кабель питания с разъемом Type-C, который позволяет заряжать собственно смартфон. Шнурок для тех, кому необходимо подвешивать смартфон, здесь уже на усмотрение пользователей, кому как нравится. Ну и собственно смартфон, ради чего мы здесь и собрались и что будем рассматривать с вами. Вот в такой он у нас в упаковочке. Открываем, включаем. Смартфон поддерживает несколько языков, собственно, можно на русском языке. Он достаточно водонепроницаемый, ударопрочный смартфон со стильным дизайном. Здесь у нас фронтальная камера на 16 мегапикселей. Также смартфон поддерживает распознавание лица и отпечатки пальцев. Распознавание лица здесь можно настроить, ну здесь уже на усмотрение пользователей телефона. Кому-то нравится разблокировать с помощью лица, кому-то достаточно отпечатка пальца, для того, чтобы разблокировать телефон, либо совершить оплату. Здесь уже, как я говорю, на усмотрение человека. Лично я использую только отпечаток пальца. Телефон у нас на Android 10. Здесь можете это посмотреть. Вот такая вот небольшая фишка от Android и этого смартфона. Ну чисто так, посмотреть, побаловаться. Далее это у нас. Посмотрим, собственно, на камеры. Так как основная фишка этого смартфона, это непосредственно ее камеры. Все четыре камеры здесь у нас защищены металлической вставкой. Отсмотрим именно камеры, так как это основная фишка этого смартфона. Здесь у нас есть металлическая вставка, позволяющая защищать как камеры, так и подсветку. Кстати, здесь стоит обратить свое внимание, что с этой стороны располагается стандартная подсветка, а с этой стороны инфракрасная, собственно, которая срабатывает при ночном режиме съемок. Рассмотрим более детально сами камеры. Основная камера это 48 гб. Рассмотрим более детально сами камеры. Основная камера на 48 мегапикселей от Samsung позволяет делать снимки в ультра-четком качестве. Рядом здесь располагается 8-мегапиксельная камера для широкоформатной фотографии. Ниже, в правом углу, это 2-мегапиксельная камера для макросъемки. И, собственно, основная камера, фишка этого смартфона, это 2-мегапиксельная камера от Sony, которая позволяет делать фотографии и видео в режиме ночной съемки. Мы посмотрим более детально, как делают, какие же получаются фотографии у нас на этом смартфоне. Стандартный режим съемки, основной камеры, получаются вот такие вот снимки. В режиме ультра-четти получаются гораздо более четкие фотографии для тех, кому необходимо выкладывать снимки в Instagram или требуются более профессиональные фотографии. Режим макросъемки позволяет снимать с достаточно близкого расстояния объекты. Вот как можете видеть, картинка получается довольно-таки четкая. И получаются, собственно, вот такие вот снимки. Ну и, собственно, фишка ночного видения. Сейчас мы с вами попробуем выключить здесь свет и сделаем пару фотографий. Вот мы выключили уже свет. Здесь у нас абсолютно темно. Но, как можете видеть, здесь у нас в режиме ночной съемки объекты видно довольно-таки четко. Попробуем сделать пару фотографий. Мы сделали пару снимков. Кстати, вот здесь в полной темноте можете, видно вам или нет, можно увидеть, как работают те самые инфракрасные, инфракрасная подсветка, которая позволяет делать снимки в полной темноте. На этом у нас все. Спасибо, что были с нами, смотрели обзор на DUT6 S96 Pro. Ждем вас снова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok